Это помощь другому человеку прослеживать его проблемы, лежащие на поверхности, к их корням и причинам. Давайте вытащим вот этот листик, который я дал вам, и здесь, скажем так, поверхностные проблемы и корневые проблемы. У вас есть здесь этот листик? Это из института по основным жизненным принципам. Вы видите, вверху написаны поверхностные проблемы. Это поверхностные проблемы, это видимые поступки, которые разрушительные или неприемлемые. Да, это поверхностные проблемы, это видимые поступки, которые разрушительны или неприемлемы. И там написаны поверхностные проблемы, это там порнография, наркотики, вандализм. Вы со мной, вы видите это? Поверхностные проблемы, это видимые поступки, которые разрушают или которые просто неприемлемы. И они обычно... И поверхностные проблемы, да, они исходят от... Ага, значит, поверхностные проблемы, они проистекают из поверхностных причин. Поверхностные проблемы, это уже видимая часть. А поверхностные причины, это уже невидимая часть. И вот видимая часть, она происходит из невидимой. Мы, конечно, поверхностные причины тоже можем видеть. Но это все происходит от трех корневых проблем. И мы стараемся докопаться до корня. Что же происходит? Вот смотрите, внизу, справа, есть три такие квадратика, где написано горечь, жадность и моральная нечистота. Вот эти три области. Да, значит, поверхностные проблемы происходят от поверхностных причин. И поверхностные причины происходят от корневых проблем. Которыми являются... Окей, are you with me? Looking like yes, I'm trying to understand better what you're saying about... These two root causes is resisting God's grace. И вот эти корневые причины, одной из которых является сопротивление Божьей благодати... И следование за нашими природными склонностями. Is that what it has in that box those two? Okay. Let's look at some passages of Scripture. И давайте посмотрим некоторые места Писания. Let's turn to Hebrews. Обратимся к евреям. Chapter 12. 12-я глава. And let's find out where we get this from. Спасибо. Пожалуйста, прочитайте с 14 по 16 стих 12 главы послания к евреям, даже 17 включаясь, включая 17. Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, как он желал наследовать благословение, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Еврейский писатель говорит о том, что очень важно, чтобы мы не противились благодати Божьей. Позвольте мне дать определение, что является Божьей благодатью. Это будет серьезный вопрос, один из главных вопросов на моем тесте. Благодать Божья – это желание и сила исполнять волю Божью. Писание говорит, что благодатью мы спасены через веру. Наша вера, а благодать Божья. Бог пришел и дал нам желание и силу быть спасенными. У нас есть выбор – принять благодать Божью или отвергнуть ее. Если кто-то вас обидел, у вас есть выбор – простить или сохранить горечь. У нас есть выбор. Когда вам кто-то причинил боль, у вас всегда есть выбор – или огорчиться, или немедленно простить. Но если мы отвергаем благодать Божью, противимся ей, Библия говорит, что нам нужно быть внимательными, потому что может появиться корень горечи, который осквернит других людей. Вы понимаете, о чем я говорю? Корень, который потом приводит к проблемам, а, вот этот корень, он приводит потом к проблемам, которые заставляют противиться воле Божьей. А когда люди противятся воле Божьей в прощении, кого-либо. Когда мы попадаем в какой-то ситуации, то у нас есть выбор – принять благодать Божию или ее отвергнуть. Когда Бог пришел спасти нас, Он дал нам желание и силу. Но у нас был выбор – принять это или отвергнуть это. Если мы верой принимали благодать Божию, мы получали спасение. Павел говорит, что я тяжело трудился, но, впрочем, не я, а благодать Божья через меня. Благодать Божья – это желание и сила исполнять Его волю. И здесь, в «Постаннике евреям» упоминается Исав. Он противился благодати Божьей. Он огорчился. Он поступил аморально. И написано, что Он свое первородство продал за миску супа. Ага, это жадность. Это временные ценности. Вы понимаете это? Я верю, что в общем принципе мы здесь видим вот эти три области. Давайте посмотрим в первое послание Иоанна во вторую главу. Прочитаем стихи во второй главе первого послания Иоанна с пятнадцатого по семнадцатый. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Похоть и плоти это моральная нечистота. Похоть глаз — это жадность. А гордость житейская я думаю, что она весьма связана с горечью. Потому что мы выбрали не прощать, мы выбрали гордиться, и мы выбрали ходить нашими собственными путями. И это в нас производит глубокие корни. Посмотрите на первую письмо, которую мы смотрели, когда мы говорили о нашем целье и консультации. Первый Тимоти 1.5. Давайте посмотрим в 1 Тимофея первую главу 5 стих, к которому мы обращались, когда мы начали говорить о консультировании. 1 Тимофея 1 глава 5 стих. Цель же увещания здесь говорится о чистом сердце. И чистое сердце, оно противоположное нечистоте. И добрая совесть это противоположно горечи. Мы прощены, и наша совесть чиста. И искренняя вера противоположна жадности, противоположна похоти плоти, точнее, похоти очей, когда человек хочет все время принимать, вместо того, чтобы верить, доверять Богу. Давайте посмотрим Ефесянам 4 главе. 4 главу Ефесянам. 19 стих. Написано, что некоторые люди, они дошли до бесчувствия, да, и они делают это с ненасытимостью, то есть с жадностью. И давайте 28 стих прочитаем. The same chapter, yeah? И здесь написано, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Verse 31. И 31 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». И давайте прочитаем 31. «Всякое раздражение, но будьте друг к другу». Извините, прочитаем 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас». Давайте мы еще вернемся назад и прочтем 26 и 27 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». «Я верю, что если мы противимся благодати Божьей, это дает место дьяволу». Библия говорит, «Не давайте место дьяволу». Мы об этом больше поговорим завтра. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на эти три корневые области. Давайте посмотрим Иакова 4 главу. С 5 по 10 стих 4 главы Иакова. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». «Бог дает благодать тем, кто смиренный». «Когда мы смиряем себя, мы получаем больше силы и желания от Бога исполнять Его волю». «Когда мы горды, то мы следуем нашим природным наклонностям, то Библия говорит, что Бог даже противится нам». «Люди встречаются с проблемами, потому что они не понимают благодати Божьей и не понимают, что приносит с собой противление Божьей благодати». Теперь прочтем с седьмого по десятый стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш до обратиться в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас». И каковы причины? Каковы корневые причины? Первое. Что здесь написано? Какие две корневые причины? Вот они, по-моему, справа написаны. «Resistance for God's will». «Resisting the God's will or the grace of God». «Resistance for the grace of God». «Сопротивление Божьей благодати». Первое, правильно. И второе. «Following the natural inclinations». То, что является гордостью. Я вас буду спрашивать об этом на тесте. Что является двумя областями корневых причин. И я хочу, чтобы вы знали три корневых проблемы. И мы будем говорить об этом позже. И я думаю, что все проблемы, они могут быть отнесены к этим трем областям. Это три главных области, где мы даем место дьяволу. Это моральная нечистота, жадность и горечь. А вот они там написаны, Оля. Внизу. Вот они. Вот одна, вторая и третья. Вот это корневые проблемы. It's three areas, yes? Three root problems. Это три корневые проблемы. Вот они написаны. А это корневые причины. Три. Позвольте мне привести вам пример. Например, у женщины в браке появились серьезные проблемы. Вы все еще слушаете меня? Может, у вас есть вопросы? Может, вы смущены? Вы все еще со мной? Хорошо. Например, есть женщина, у которой... была женщина, у которой были серьезные проблемы в браке. Которые в конечном итоге вели ее к разводу. И муж оставил ее с несколькими детьми. Потом дети, они перестали ее слушаться. Стали бунтовать против ее власти. Она пыталась у других людей найти... получить совет, как их воспитать, как их заставить ее слушаться, но ни с чего не работало. Дети все больше и больше противились ее власти. Потом один мудрый человек спросил ее, а получила ли ты благословение от своих родителей, когда ты решилась вступать в брак? Потом он спросил ее, а слушалась ли ты своих родителей, когда ты росла? И она на оба вопроса ответила нет. И консультант, советчик, он показал на основании Писаний, каким результатом это приводит. И он из послания к Ефесянам 6 главы поделился с ней первым и вторым стихом. здесь написано. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Отвержение власти родителей, оно привело к тем проблемам, которые она переживала в тот момент. Уход мужа и бунт детей был просто реакцией на ее сильную волю. Это показывает последствия, о которых говорится в Пятой заповеди. Если мы будем слушаться наших родителей, то нам будет хорошо. Но если мы не будем слушаться родителей, то хорошего у нас не будет. Писание, оно наполнено причинами и следствиями, которые должны за ними следовать. Чем лучше мы будем понимать причины и следствия, тем мы лучше сможем помочь людям увидеть корни проблем в их жизни. Чем лучше мы докопаемся до корневой проблемы, тем эффективнее будет наш совет и тем, скажем, продолжительнее будет влияние этого совета. То есть, это не будет просто временное облегчение проблемы. Вы со мной? Давайте прочитаем D. On the first page? Давайте прочитаем G. консультирование. Консультирование – это объяснение библейских дисциплин, убеждающих, верующих принять их как часть их жизни. Иешуа обещает, что если мы будем молиться, поститься и давать в тайне, Он ответит нам явно. Он обещает, что если мы меморизируем и медитаем на Писании, в Псалме 1, в Псалме 1 он обещается, что если мы будем размышлять над Писанием день и ночь, то говорится, что мы будем преуспевать во всем, что мы будем делать. Чем больше мы посвящаем себя действовать соответственно Библии, тем более зрелыми мы будем становиться. И чем меньше мы будем поступать в соответствии с написанным в Библии, тем менее зрелыми мы будем. Например, еще одна история. Была одна весьма привлекательная юная леди, которая верила в то, что ее отец должен благословлять каждого молодого человека, с которыми она встречается. И некто ее научил, что всякий молодой человек, с которым она собирается встречаться, ее отец должен благословить этого молодого человека. Она была научена, что она ни с кем, ни с каким молодым человеком не будет встречаться, прежде чем он не встретится с ее отцом, и отец не благословит это. Вместо того, чтобы поступать в соответствии с этим, она решила, ну я подожду, а потом посмотрю, чем это кончится. Однажды к ней пришел один молодой, весьма привлекательный человек и предложил встречаться. И она была, это было для нее неожиданность, но прежде чем она вообще задумалась над этим, она сказала, да, я согласна. Она сразу же почувствовала такое обличение Святого Духа, потому что этот парень верующим не был. Но она начала убеждать себя. Она подумала, ну, вообще-то, хоть он и не верующий, но я дала слово, и какая я после этого верующая, если я свое слово не сдерживаю. Она впала в тот вечер в еще большее искушение, которое, ну, скажем так, нарушило ее моральную чистоту. Она думала, что с ней ничего плохого не случится. Она просто была в этом уверена. Даниил, он был персонажем, который сначала обращался к Библии, прежде чем он входил в какую-то ситуацию серьезную. Даниил 1, 8 стих. Здесь написано, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника Евнухова о том, чтобы не оскверняться ему. То есть, Даниил, он в своем сердце принимал решение, а потом уже он действовал. So he made a decision in his heart and after he acted. Well, he made the decision before he entered a difficult situation. Он еще, Даниил, вернее сказать, он принимал решение еще до того, как наступала эта трудная ситуация, когда ему... И в консультировании нам необходимо научить людей, скажем так, принимать решения в соответствии с Библией. I made a vow to God years ago, that I would spend at least five minutes every day in the Bible. Я Богу дал клятву много лет назад, что минимум пять минут в день я буду проводить за чтением Библии. Я не делал этого несколько дней, и я попросил Божия, прости меня. Я обычно намного больше времени провожу в чтении Библии, но я сделал посвящение, что я буду проводить время в чтении Слова Божьего каждый день. Мы не посвящаем себя изучать Библию для того, чтобы заслужить Божью любовь или спасение. Вы забудьте вот такой законнический такой подход к чтению Библии. Это не Божий путь. Но мы хотим, чтобы Библия, она стала частью нашей жизни. Если мы этого хотим, то мы просто должны посвящать себе чтению Слова Божьего и молиться. мы можем время от времени поститься. Мы можем время от времени давать десятину. Это именно он говорит, что мы можем время от времени поститься. мы можем давать десятину, десять процентов, и это минимум. если вы не даете десятину, и вы никогда не переживете благословение в области финансов, если вы не даете десятину. Это написано в Библии. Мы должны давать десятину, мы должны давать пожертвования, так как ведет нас Бог. И Бог будет вести вас делать библейские посвящения. Когда я отдал мою жизнь Господу, я сделал посвящение Богу, что я никогда не поцелую женщину, пока я не женюсь. И я никогда не пойду гулять с девушкой, не спросив предварительно отца разрешения у ее отца. И вы знаете, это посвящение, это обещание. не бойтесь давать обеты, когда вас ведет Дух Святой в этом. И в консультировании необходимо иногда подводить людей к тому, чтобы давать библейские обеты. Есть ли какие-то вопросы, прежде чем мы закончим сегодня? Я хочу вас ободрить. Бог с вами еще не закончил свою работу. Он вас еще не бросил на произвол судьбы. Хорошо.